Сталинградский ветер Сталинградский ветер Сталинградский ветер В рамках фестиваля в Орлёнке проходит тематический вечер, посвящённый грядущему 90-летию композитора Александры Пахмутовой. Она подарила Центру песни «Звездопад» и «Орлята учится летать». В концертном зале Орлёнка звучат известные произведения. Я Роман Марин, Сент-Центр. Приём. О творчестве Александры Пахмутовой Орлята узнают на сеансе радиосвязи. С помощью специального оборудования они связываются с радиолюбителями по всей стране. Первыми к Орлятскому радиоэфиру присоединяются гости из Волгограда, родины Александры Пахмутовой. Это краевед Д. Авразова, радиоведущий «Радио России» Сергей Арсеньев и поэтесса Елизавета Иванникова. Они рассказывают Орлятам факты из биографии композитора. В конце сеанса ребята из лагеря Комсомольский исполняют для слушателей песню «Алые паруса». Меня позвали пообщаться с волгоградскими радиолюбителями. И так совпало, что я поговорила со своей тёзкой Алиной из морского училища. Я была в Волгограде, знаю, что это очень красивый город. У меня там живут родственники. Меня позвали туда ещё на экскурсию. Я также эту девушку пригласила к себе в город. Буду очень рада видеть новых гостей и друзей. Ещё одно мероприятие фестиваля «Сталинградский ветер» – военно-тактическая игра. Она направлена на командную, туристскую и физкультурно-спортивную подготовку. В игре пять этапов. Пешеходный туризм, подготовка командиров групп, подготовка картографов-топографов, подготовка заведующих снаряжением, подготовка журналистов-летописцев. Здесь всё более в 40 условиях. Форма настоящая, каска, шлем, винтовки. И получается, ну, самый интересный был для меня, можно сказать, бой. Штыковой бой, где надо было пробежать и уклониться. Все этапы тактической игры похожи по структуре. Это полоса препятствий, где учитывается скорость и правильность выполнения. На некоторых точках попутно нужно решать примеры из таблицы умножения. А здесь важно не только преодолеть маршрут, но и на обратном пути принести кружку с водой и постараться ничего не расплескать. Наиболее сложное это же было, потому что тебе надо было принести воды и не разлить её, и не подвести всю команду. В такой игре я участвовала первый раз, и мне очень понравилось. Это закаляет командный дух и соревновательный. Фестиваль «Сталинградский ветер» продлится до 6 августа. Любой желающий сможет посетить выставку и узнать больше о военной истории нашей страны. Игорь Хворостянов, Алексей Исаев, Дмитрий Гришин, Аркадий Коваленко. Телеканал Орленок ТВ.